Продолжение следует... Эта программа, как мы видим, сходила с рук президенту, ну, костюмчику, конечно, актеру, который сегодня наряжается в маску Путина и выходит на арену цирка. И вот таким образом Путин в Сингапуре. Опоздание Путина повлияло на встречу с главой Сингапура. Его просто не стали принимать в этот день. У меня в свое время тоже был такой случай, когда... Нет, это не касалось лично меня. Однажды один представитель Министерства иностранных дел приехал в Женеву, и меня попросили устроить встречу с большими банкирами. А вы знаете, в Швейцарии есть, конечно, большие банки, но есть ряд частных маленьких банков. То есть это банкиры, супер банки. И вот с такими владельцами банков я устраивала встречу как раз этому представителю Министерства иностранных дел. И во время встречи мы все расселись в красивом зале с завальным большим столом. Все пять банкиров частных, самых важных в городе Женева и даже во всей Швейцарии. И ждем. Не начинаем, а ждем. Ждем пять минут, ждем десять, пятнадцать. Да нет же, нет этого самого представителя Министерства иностранных дел. И тогда банкиры сказали, начинаем без него, и если ему неинтересна наша встреча, ну скажем, значит и нам неинтересно его ждать. Когда все-таки появился наш представитель от Министерства иностранных дел, то мы уже почти заканчивали встречу. На встречу были приглашены еще другие люди, тоже люди из больших компаний Швейцарии. Поэтому встречу уже заканчивали, поскольку где-то, наверное, за двадцать минут до окончания встречи прибыл наш представитель Министерства иностранных дел. Ему, конечно, показали свое фу, все банкиры, и не стали повторять ничего того, что было. И, в общем-то, ему там уже были не рады. Это швейцарское гостеприимство, которое предполагает точность. А если ты не точен, если тебе не важны твои оппоненты, кому ты приехал навстречу, так зачем ты туда вообще едешь? А если ты хочешь показать, что это стиль русского медведя в посудной лавке, ну вот и тебе показывают свое фу. Итак, поездка президента России Владимира Путина в Сингапур на саммит АSEAN сопровождалась несколькими инцидентами. В день прибытия Путин должен был встретиться с премьер-министром Сингапура Ли Сянь-Люном. Но тот из-за опоздания Путина отменил переговоры. Их встреча состоялась только на следующий день. Ну и дальше понеслось и поехалось вдоль по Питерской, по Имской, по Тверской. И в среду охрана саммита попросила Путина пройти через рамку металлоискателя. И все же понимают, что это не Путин, а всего лишь какой-то актеришка, которым никто не дорожит. И если он что-то с собой пронесет, ну мало ли что, он может пронести такое эдакое с собой на саммит, то он ни за что не отвечает. Он всего лишь актер. Его жизнью будут рисковать и рисковать. Он никому не интересен. То есть его жизнью не дорожат. Так можно сказать. И поэтому в среду охрана саммита попросила Путина пройти через рамку металлоискателя. Об этом сообщил Андрей Колесников, корреспондент газеты «Коммерсант» из постоянного пула президента. С президентом летает всегда один пул. То есть набор корреспондентов от разных больших изданий, которые сопровождают президента, каждую его поездку. В некоторые такие поездки ездила и я. Самолет с журналистами идет отдельно, самолет с Путиным он идет отдельно. То есть это два разных самолета с одним бортовым номером зачастую. То есть если уже будут целиться и не буду знать по кому, то по журналистам тоже могут выстрелить. И такой инцидент был в Швейцарии однажды, когда вперед пропустили самолет и там оказался президент. А истребители стали сопровождать пул с журналистами. И только когда пилоты самолета очень на близком расстоянии увидели, что в иллюминаторах-то множество лиц, они поняли, что это второй как раз самолет с журналистами. Так вот, а Андрей Колесников тоже из этого же пула. Путин хотел пройти мимо рамки, но охрана его остановила. Обычно посетителям от уровня министра открывают дополнительный проход, рассказывает корреспондент. Но здесь уж извините, ведь присылают актера вместо президента. Поэтому почему для него должно быть исключение от того, что русские хотят его представить в виде президента? От того, что русские надевают на него маску президента? И от этого, что он стал президентом? Да нет, он как был актер, так он и остается актером. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, однако, заявил в интервью радиостанции, говорит Москва, не другим, а именно своим, что Путин проходил в здании, где проводится саммит, через обыкновенный турникет. Но кто же поверит этому самому Пескову, который очень и очень много фантазийного приносит в свои речи. И даже Путин сказал, что он не отвечает за то, что говорит там Песков. Помните, было такое? Было же? Было. Значит, Путин тоже в курсе дела всяких фантазий Пескова. И это, конечно, не слова самого Путина. Понятно, что ему приказали так говорить. И вот он поэтому отбивал от себя речи Дмитрия Пескова, что Дмитрий Песков и не то вам может еще наговорить. Фрагмент репортажа Государственного канала России 24 выложил у себя в Твиттере другой корреспондент Кремлевского пула из комсомольской правды. Он считает, что рамки на турникете не являются металлодетектором. И был еще, конечно, очень интересный случай. И это, пожалуй, самый важный случай, когда российской делегации показали свое фу люди из Сингапура. Дмитрия Пескова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова не пустили в переговорную комнату, где должна была пройти встреча Путина и президента Сингапура Халимы Яковба. Их оттеснили от входа в зал. А вот здесь, а здесь, собственно говоря, Путин пришел и остался актер один на один с президентом Сингапура. Что он мог говорить? Ведь для этого, для подстраховки идут два других. Его страховщика это Песков и Лавров. Вот они два идут и подстраховывают. Они вступают в переговоры и они за место Путина отвечают и дают ему наводящие слова во время переговоров. И получилось так, что Путина оставили один на один. Вот что хочешь, то и говори. Ну, а здесь можно наговорить все, что угодно. Конечно, на другом конце провода тоже что-то слышат. Но они не рядом, они не в зале. А еще был еще один инцидент. Так уж встречали делегацию России. Перед этим по прилете в Сингапур помощнику президента Юрию Ушакову устроили личный досмотр в аэропорту, в автобусе, когда он должен был уже встречать Путина у трапа самолета, рассказывает Колесников. Корреспондент назвал это попыткой проверки на прочность со стороны спецслужб Сингапура. Пресс-служба Путина при этом заявила, что Ушаков проходил контроль, как и все. Но и здесь пресс-служба, видите, отбрехалась, отбивала пинг-понг. То есть она сказала, что было все в порядке. Это все было как у всех. Да нет же. Вы понимаете, вот эти вещи, на которые обращают корреспонденты, которые постоянно сопровождают Путина, они знают, что положено по протоколу, чего не положено, что является нонсеном приеме, в данном случае в Сингапуре. Путин участвовал в Сингапуре в саммитах «Россия. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии». В восточном саммите встречался с президентом Японии Синзо Абе. Интересны, однако, детали встречи Путина в Сингапуре. Мы не знаем о таких деталях в других странах. Возможно, там тоже что-то происходило. Но в данном случае нам только один корреспондент сообщил о том, что было на самом деле. Корреспондент газеты «Коммерсант» сообщил нам правдивые нюансы встречи Путина, где мы видим, что не все так гладко происходит и почему. Я вам попыталась кратко объяснить. Конечно, здесь лежит еще очень много полостов, почему это происходило. Однако же первое и на поверхности – это, конечно, актер, который играет Путина. И таким образом Сингапур показал свое «фу» и показал весь саммит азиатский «фу» этому человеку, который приехал в костюме президента с маской на лице. Я Таня Карацуба, Сиитбурхан. Сингапур. 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 Сингапур.